Музыка Меня зовут Фронт Пекказы Джамал, я являюсь председателем правления прогрессивного общественного объединения женщин Мутакалин. В данной организации я официально 99-го года, но мы начинали эту организацию создавать с 96-го года. У нас ушло три года, потому что в постсоветском пространстве не было подобия такой исламской женской организации. И мы прошли регистрацию только 6 сентября в 99-м году, так как многие эксперты госагентства по делам религии думали, что достаточно духовного управления мусульман Кыргызстана и нет необходимости открытия женской организации. Но мы в течение трех лет настояли, что такая организация необходима и нужна, потому что женщинам-мусульманкам некуда обращаться, когда у них есть проблемы. Наверное, у нас в жизни было много успехов. Первая наша была мечта для открытия этой организации – это защита прав мусульманских женщин. Я думаю, мы этой цели достигли, потому что мы в 2007 году добились, чтобы паспорта мусульманские девушки, женщины фотографировались в подке. До этого не разрешалось. И в этой акции мы собрали более 300 тысяч подписей, чтобы создавали межведомственные комиссии для решения этой проблемы. И мы в августе 2007 году добились и по сей день многие мусульманские женщины, кто хочет, фотографируются на паспорт в платке. Второе, чего мы добились, мы в течение 20 лет занимаемся защитой прав мусульманских женщин. И стараемся, чтобы эти женщины получали образование, не дискриминируясь. И, наверное, когда они обучаются в школах или в вузах, или работают, они могут носить свой платок. И в течение 20 лет мы боремся, чтобы мусульманские женщины не дискриминировались и получали образование в той атрибутике религиозной, которой ведает их религия. И думаю, в течение 20 лет мы боремся, отстаиваем их права, чтобы они могли получать образование в своих платочках. Мои хобби – это читать. Конечно, кроме этого, очень много мелких хобби, которыми я люблю заниматься. Я люблю себе ставить большие цели, чтобы его достигать. Наверное, еще одна из моих целей – это защита вообще прав человека, будь это ребенок, женщина или мужчина. Я, наверное, по натуре правозащитник. И сейчас у меня новое хобби. Я хочу научиться профессионально плавать. У меня сейчас хобби появилось тоже. Я хочу свободно говорить на английском, хожу на курсы. То есть на этот год я себе поставила две хобби – профессионально научиться плавать и говорить на английском. Вообще я пришла к исламу, ну, как бы мы все мусульмане, да, в Центральной Азии. Но я стала более профессионально заниматься, понимать, читать, жить в религии, да, с 94-го года. Когда я училась в 11-м классе, я встретила женщину. У меня была привычка, когда я с человеком общаюсь, я всегда задавала вопросы, для чего вы живете, да. И когда я этой женщине задала вопрос, она сказала, чтобы войти в рай. И оно было такой четким ответом для меня, как бы я искала всю свою жизнь, сознательную цель своей жизни. И она мне объяснила, и мне стало очень нравиться. И она стала меня обучать, я стала обучаться. И я поняла, что это религия – ислам. Она стала меня продвигать. Конечно, в те годы, когда это был 94-й год, мы не понимали, что такое, свою религию, да. Мы понимали, что мы мусульмане. Она меня направила, что есть исламский институт, можно. И я вот в 94-го году попала в исламский институт. Конечно, я была всегда проблемным студентом. Почему? Потому что я очень задавала много вопросов. Мне нужно было понять, как бы с одного общества, с одного вида жизни перейти в другую, да. Надо было гардероб весь менять, быть своей жизнью. Вот это все. И это как бы для того, чтобы ты все поменяла, тебе нужны ответы на все твои вопросы. И с 94-го года я стала носить платок, поступила в исламский институт. И там мне папа поставил условия, потому что, как бы, мои родители видели, что я буду каким-то великим экономистом или великим каким-то юристом или математиком, да, то есть в этом направлении. И вдруг я ухожу в теологию, да, никому непонятную, куда-то. И папа поставил условия, что я должна получать высшее светское образование. И поэтому я поступила, как бы, в экономический факультет. Это как бы я вначале думала, что это как бы для папы. Но я потом поняла, что он сделал очень правильный выбор, потому что когда у тебя в жизни идет баланс между теологией и светскости, и когда ты понимаешь и светское законодательство, бытие, и теологическую часть, ты всегда можешь критически мыслить и это все сопоставлять. И, наверное, благодаря вот этому сопоставлению у меня, наверное, было менее фанатизма. И я старалась трезво мыслить, и каждый шаг за шагом понимала, куда я иду, для чего я иду. Это все для меня. Это моя жизнь, это мое будущее. И, наверное, благодаря исламу, религии я, наверное, живу. И для меня это цель. И поэтому мы, создавая эту организацию, мы понимали, что мы выступаем мостом между светскостью и религиозностью. И мы видим, я вижу, что это как бы моя миссия. И я должна правильно преподносить религию светскому обществу и правильно разъяснять цели религиозного общества, чтобы они как бы симбиозно проживали в этом государстве. И наша миссия – это мост. И чтобы этот мост процветал, мы должны сделать больше вклада. И процветание этого моста, я вижу, что это должна быть и религия, и ценности государства. Я думаю, религию оно не мешает продвижению своих профессиональной деятельностей, потому что очень много сейчас Нобелевской премии получили, 13 женщин-мусульман в платке. Наверное, наоборот, религия помогает, и она дисциплинирует человека в достижении определенных целей. И религиозного человека оно все прописано. Каждый день, что он будет делать, как. Потому что есть пятикратный намаз, есть обязанности перед детьми четко прописанной религии. Обязанности перед государством четко прописаны. Обязанности перед сотрудником. То есть религия, ислам, она не просто духовная ценность. Она еще и жизнь для человека. И как бы она полностью прописанная. И, наверное, жить в религии, это, наверное, одно удовольствие должно быть. И человек должен выбирать себе профессию, которую не противоречит религии. И тогда у этого человека будут только процветания, потому что он будет делать все так, как написано в религии. И оно не противоречит законодательству в той стране, в которой ты живешь. И, наверное, у этого человека будет чистое сердце, незагрязненные руки, некоррумпированные. И он будет стараться процветание этого государства. Но я бы еще раз подчеркнула бы, в этом направлении у человека должно четко прорабатывать критическое мышление. И у него не должно быть фанатизма. Когда религию смещает фанатизм, это уже горе. Поэтому человек должен четко понимать цели, задачи и продвигать ее. Наверное, почву религиозному фанатизму дает это незнание, безграмотность, незнание. Когда у нас же есть очень хорошая пословица «медвежья услуга». Когда человек не понимает, но хочет сделать очень хорошее, он может, не понимая, сделать очень большое зло. И поэтому почва фанатизма – это номер один. Это необразованность, незнание и нежелание получить образование. И четвертое сейчас очень стало модно – это направление, когда люди хотят заработать очко, покрываясь религией. Вы знаете, в религии ислам очень хорошо относятся к другим религиям, конфессиям, если они не трогают твою религию. Мы поддерживаем, мы сотрудничаем. У нас в Госагентстве по делам религии в прошлом году создавалась диалоговая площадка конфессии всех в Кыргызстане. И там все религиозные лидеры, там в основном 99% лидеры – это мужчины, я одна женщина, получается, в религиозном обществе. И мы очень много проводим совместных мероприятий, круглых столов. И второй год подряд, вот в прошлом году, позапрошлом году мы делали совместные сажали деревья. Потому что в каждой религии – это беречь природу, обязан каждый относиться. То есть мы создаем диалоговые площадки и затрагиваем основные ценности. Это люби ближнего, создавая благоприятные условия. И общие социальные совместные проекты мы проделываем, и этим показывая, что религии не должны противоречить. Конечно, где-то мы можем быть несогласны в каких-то видениях, но общечеловеческих социальных проблемах перед законами мы все равны. Мне кажется, сейчас у нас в Кыргызстане такая тенденция очень идет. Потому что сейчас у нас в каждой медресе, в каждом исламском институте очень активно стали внедрять языки, истории государства. И наша организация тоже в этом году будет внедрять в медресе граждановедение. Это очень важно. И, наверное, чтобы больше было образованных людей, мы должны в Министерство образования немножко делать другой подход, ракус, наверное, чтобы наша молодежь притягивалась получить образование. И, наверное, очень четвертая сила – это масс-медиа. Социальных роликов должно быть очень много. Именно показывать, насколько можно подняться, если получать образование. И насколько это важно. И, наверное, духовные ценности тоже должны проповедовать и чаще говорить призыву к образованию, будь это мальчик или девочка. И насколько она будет образованнее, настолько она может решить проблемы своей жизни, обустроиться, настолько ее дети будут счастливыми, образованными. Мне кажется, здесь должен быть такой очень большой комплексный подход, чтобы молодежь и женщины были мотивированы, чтобы многие их стереотипные мышления мы должны поломать. Женщина не только должна дома сидеть, печь, шить, допустим, убираться. Мы должны обществу дать понять, насколько женщины будут больше получать техническое образование. Она может найти себе больше высокоплачиваемой работы. Если она будет хорошо зарабатывать, то ее семье тоже будет хорошо. Потому что мы понимаем, что казиночный минимум среднестатистический в Кыргызстане очень маленький. И если будет только в семье работать мужчина, то его не хватит для семьи. Поэтому женщина тоже должна работать, и они вдвоем должны работать, зарабатывать, обеспечивать своей семье. И, конечно, в этом направлении мы должны давать понять, что они должны выбирать ту профессию, которая высокоплачиваема. А для этого надо учиться, трудиться днем и ночью. Вы знаете, наверное, стереотипы в моей жизни, это номер один было, что женщины, когда одевали платок, и все время пытались сказать, если женщина в платке, то она не образованная, что она не культурная, или же у нее нет потенциала. То есть мы, может быть, я и наша организация всегда пытаемся поломать эти стереотипы. Когда-то обвиняли, что мусульманские женщины не должны ездить на велосипеде. Мы сделали очень большой велопробег с участием полтора тысячи девочек, женщин, которым мы делали веломарш, да, и проявили гуманность, потому что у нас была очень большая материнская детская смертность, и не хватало крови, сдавали донорскую кровь, да. То есть мы видим, что эти стереотипы, они всегда есть, потому что из-за невежества в сообществах, в обществе, и тем более, когда идет глобализация, у нас очень много диванных экспертов, да, которые пишут какие-то свои экспертные заключения, не понимая о чем. И тогда, чтобы это было показательно, мы сделали велопробег. В то время тоже со стороны Министерства образования было то, что хотели запретить в школах одевать платки, потому что мусульманские женщины, девочки, которые ходят в школу, они не занимаются спортом, что религия запрещает им заниматься спортом. Чтобы это было неголословным, показательным, мы сделали вот этот велопробег. И, наверное, после этого нашего 2012 года велопробега уже этого вопроса нету, он бы как бы исчерпан, да. И мы всегда стараемся, когда есть в обществе какие-то стереотипы, не просто говорить, обвинять, переходить на уровень личности. Мы хотим провести какие-то мероприятия, акции, чтобы это правильно понимали светское общество и религиозное общество. Есть стереотип тоже со стороны религиозных женщин, девушек, которые говорят из-за того, что я одела платок, меня не берут на работу. Это тоже стереотипное мышление. Я всегда говорю, что они должны получать образование, если эти девочки владеют четырьмя-пятью языками, нанотехнологией, компьютерной грамотностью. Я думаю, любой работодатель будет рад взять ее на работу, хоть она в платке, хоть в каске, хоть в чем. Потому что чем платить пятерым, ему выгоднее брать этого сотрудника. Значит, мы должны не стереотипно мыслить, что ее не берут из-за платка, а понимать, что нужно поднимать потенциал свой, расти, делать прогресс. И тогда, конечно, она может даже быть на расстоянии и зарабатывать миллионы. Это, наверное, цель своей жизни. Я пожелала бы нашей аудитории, чтобы они стремились получать образование. Не надо мыслить стереотипно, что она не может. Я считаю, что каждая женщина, каждый мужчина может получать образование, может добиться Нобелевской премии, но для этого должно быть маленькое желание и большой труд. Субтитры создавал DimaTorzok